Здесь нам, конечно же, необходимо четко понимать, что работа по переподготовке и по тем задачам, которые есть для наших преподавателей, мы должны четко понимать. Мы опираемся на них. Мы опираемся на них. И в то же время мы должны обеспечить, чтобы к нам приходили в систему молодые талантливые кадры. Согласен, мы несколько раз обсуждали все это качество высшего образования, особенно филиалы. Есть, конечно же, у нас нормальные, хорошие филиалы. Их можно, как бы, не только можно, они соответствуют полноценному вузу. И в то же время у нас достаточно много проблем с разными филиалами, о которых было сказано. Надо более жестко нам выстроить работу. В принципе, он никакие образования. Вот ко мне приходил Германов, по-моему, 200 поддельных этих или фальсифицированных дипломов. Они где-то уже устроились работать. Люди диплом дают, получают, он же не осознает, какую глупость он в своей жизни делает. Он, может, даже не виноват, но в один момент он окажется преступником, что с поддельным дипломом устроился на работу. А мы вот создаем условия, чтобы это случилось. Мы будем бороться с этим. Мы будем с этим бороться. Вся наша система, и правоохранительная, и органы власти, и Министерство федеральное, и правительство Российской Федерации об этом много говорят. Вот как будто мы этого не видим. И есть, как бы, некие тенденции, крышуют эти наши филиалы. Кто-то на этом имеет какие-то заработки, у кого-то какие-то интересы. Значит, кончайте. Это дело добром не кончится. Значит, четко и ясно, мы должны оценить, способен ли этот филиал дать полноценное образование. Мы же обманываем людей. Раз у него есть сертификат, диплом, поддельный, не поддельный, родители же не знают. Ребенок потом, мы ему всю жизнь, всю карьеру испортим. В этом вопросе надо быть более принципиальным. Это вопрос и правоохранительным нашим службам, и аппарат президента, и министерство, и правительство в этой части должны проводить ту работу, которая обеспечила бы качественное, в том числе и высшее образование. Мы говорим о рабочих специальностях. Понятно, можете меня критиковать. Я был инициатором передать Минтрук. Сегодня появился новый министр. Давайте, всё-таки это должно быть системой Минобразования. Время покажет. Но, где бы он ни находился, пока не будет вот этого контакта с товаропроизводителем или потребителем, там, вот этих кадров, у нас качества не будет. Это вот совместная наша работа. Вот где бы он сегодня, значит, Энгар вообще взялся, значит, надо отдать должное. Сегодня Айрат Родинович много занимался, много грантов мы выиграли, и на самом деле есть достойные у нас образовательные учреждения по подготовке начальных рабочих специальностей. Но где-то у нас это поставлено, где-то нет. Поэтому эту работу, вовлечение в эту работу наших компаний, опыт наших компаний, крупных компаний, они должны понимать, что вот эти компании являются полигонами для подготовки этих кадров.